Главного приза Гран-при Российского кинофестиваля литературы и кино. Приза гранатовый браслет. Внимание на экран! В феврале 1943 года он пошел на рынок за молоком для своей больной жены. По дороге почувствовал, что в башмаке вылез гвоздь, зашел к знакомой, забил гвоздь, простился, ушел. Но тут же вернулся. Проклятый гвоздь вылез опять. Его знакомая испугалась. Не ходите, Константин Федорович. Не пускают вас башмаки. Не дают идти. Не ходите. Но он все равно пошел. Для вручения Гран-при кинофестиваля «Гранатовый браслет» на сцену приглашается председатель жюри конкурса игровых и неигровых фильмов, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств в Российской Федерации Андрей Ишпай и председатель читательского жюри, заслуженный деятель искусств в России, писатель Сергей Есин. Вы знаете, мы вот вольны вообще выбирать фильмы. И мы спрашивали, какой регламент здесь на фестивале, что мы можем выбрать и игровую картину, и неигровую. Ну и, конечно, мы, размышляя над этим, мы искали фильм, который бы, ну, по всем линиям бы очень сильно подействовал бы на нас. Мы прекрасно понимаем, и профессионалы понимают, что вообще кино сделать очень трудно. И помимо, так сказать, работы, это еще, конечно, и удача, и много-много разных обстоятельств. Но вообще это огромный-огромный труд, огромный труд. И если это сделано настоящим художником, это, конечно, оказывает потом очень сильное воздействие. Вот этот фильм, который мы видели, он оказал на нас очень сильное воздействие. И, ну, он как, это, конечно, художественное произведение. Но вы знаете, вот здесь уже вручали, я понимаю, что вообще документалисты, они совершенно отчаянные люди. Потому что, чтобы сделать хорошо фильм, это надо очень долго сидеть, годы сидеть в архиве. Это надо понять, какой персонаж. Это надо знать место, это надо все изучить. Это надо бесконечно долго анализировать интервью, выбирать героя, совмещать эти вопросы с тем материалом, который у вас есть, документальный. И это очень длительный процесс, очень изнурительный. Но если он сделан действительно по-настоящему, он приносит результат. Вот мы такой фильм выбрали. И поэтому сейчас я вам предоставлю слово, потом я сегодня прочитаю диплом. Прошу вас, Вячеслав Ильич, добавьте. Я пониже немножко. Вы знаете, я с Осипом встречаюсь не первый раз на фестивале. В молодости мы... Позовем сюда. Да, да, да. Андрей, идите-ка сюда. Да сейчас прочитаю. Это фильм Андрея Осипова «Забытые полеты». Мы присуждаем ему гран-при. Андрей Осипов. Режиссер фильма Андрей Осипов. Простите за воспоминания о молодости, но в молодости мы всегда ждали новую повесть Распутина, потому что уверены были, что она принесет нам невероятные впечатления. Мы ждали новые повести Василия Быкова, мы ждали новый фильм, фильм Висконтии или наших знаменитых мастеров, потому что знали, что всегда там будет шито таким образом, знаете, как вкладка где-нибудь в куска. Огромные камни, совершенно неподъемные, они лежат один на другой, а ножа между ними не вставишь. Вот точно такое же впечатление производят на меня, всегда производили фильмы Осипова. Вы знаете, я встречаюсь с ним не первый, не второй и не третий раз на этом фестивале, и этот каждый раз забирал одну из самых высоких наград фестиваля. В этом отношении он как покойное царство и небесное Плесецкое, что бы ни станцевало, всегда гениально. Андрей Осипов, «Забытые полеты», вручаю главный приз фестиваля, Гран-при! АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное спасибо. Поверьте, правда, неожиданно. Странное дело. Снимаешь фильм, сидишь в архиве, потом монтируешь. Вроде делаешь то, что тебе близко, дорого, то, что важно, без всяких претензий. И вдруг вот получается такая оценка, случается то, что сегодня случилось. Тем более мы-то знаем, что те, кто находятся в неигровом кино, мы находимся в отдельном пространстве. Но все равно игровики нас всегда считают такими младшими братьями. И поэтому тут, конечно, жюри рискнуло присудить вот этот главный приз. И это, поверьте, очень ценно и важно для нас. Но все-таки это не только моя работа. Все-таки кино – это коллективное дело и коллективное творчество. И поэтому, конечно же, этот замечательный, красивый приз принадлежит группе. И я обязан просто с благодарностью назвать нашу группу. Это замечательный драматург, автор сценария фильмов, с кем мы уже много сделали фильмов на эту тему, на тему «Серебряного века», Адельша Александрович Агишев. Это студия «Точка зрения» и продюсеры Иван Твердовский и Михаил Гридин, монтажер Андрей Демидов, редактор хроники Марина Еременко. И самое главное, конечно, наша героиня – Ольга Сергеевна Северцева. Хранительница наследия габричевских Северцевых, философов, художников, ученых. Недавно Ольге Сергеевне исполнилось 85 лет. И каждый раз, когда наступает лето, она из Москвы приезжает, уезжает в Коктебель, садится на свой электрический мотороллер с аккумулятором, берет собачку, которая в кадре есть, дик, и едет по побережью, на море. То есть удивительный человек. Ольга Сергеевна полна замыслов, каких-то надежд, каких-то новых дел. И с ней просто вот одно счастье и удовольствие – говорить, работать, вспоминать, входить в вот это вот поле прошлого, как я уже говорил на представлении фильма. Когда ты знаешь, что за спиной история, опыт поколений, опыт людей, которые пытались расширить границы контакта с жизнью, то и твоя жизнь становится более осмысленной и не такой одинокой. А еще и делаешь фильм о прошлом, и часто в прошлом находишь ответы на сегодняшние вопросы. Поэтому вот все вместе как-то создает вот это пространство, в котором ты работаешь, как-то двигаешься, движешься с единомышленниками. И вот огромное спасибо такому уважаемому жюри за такую, еще раз говорю, рискованную оценку. Я, конечно, счастлив, рад и, поверьте, очень волнуюсь. Для меня это, как и для всей группы, конечно, неожиданно. И, безусловно, спасибо вам, залу, дорогие зрители, потому что я видел, как вы реагировали, потом подходили после фильма, потому что зрителя не обманешь, он голосует сердцем. И вот этот контакт, конечно, очень важен, о чем говорил и Карен Георгиевич, потому что, ну, ты делаешь кино вроде как для себя, но все равно оно случается только тогда, когда с экрана вот эта вторая реальность забирает первую. И ты находишься в этом магическом пространстве. И часто, когда еще не зажегся свет, и вот-вот уже титры заканчиваются, и тебе часто не хочется выходить из этой второй реальность, потому что это и есть магия кино, это и есть то чудо, которое нас держит в этом кино. Поэтому спасибо вам за оценку. Дай Бог вам всем здоровья, покоя, мира, любви, поддержки людей и небес. Спасибо. Обладатель Гран-при кинофестиваля, режиссер Андрей Осипов. Вы знаете, вот вы почувствовали сейчас, какой, что значит настоящий темперамент, потому что из него просто энергия вырывается сейчас к вам. Это, во-первых. Во-вторых, оказывается, я сегодня узнал, он прекрасный мечтатель. Но это мы с ним лично поговорим. Это для меня была большая неожиданность, как ребенок прямо оказывается. И второе я хотел бы сказать, конечно, спасибо Гатчине, спасибо вам, дорогие друзья, потому что вы удивительная аудитория, вы удивительно воспринимаете кино, и вы как-то вселяете в меня веру, что все-таки мы не зря работаем, и кино нужно. Ну, позвольте мне еще вручить, Андрей, не первый и не последний раз, надеюсь. А я здесь уже, по-моему, 22-й раз. Спасибо. И не забывайте, это тоже чрезвычайно ценный подарок. У меня такой же есть, мне на год хватает. Спасибо. Еще, знаете, я хотел добавить, безусловно, огромное спасибо всем службам, всему комитету фестиваля. Но я отдельно хочу поклониться той службе, работа которой, ну, работа которой вроде бы невидима. Но идет на экране кино и идет. А на самом деле стоит гигантская работа в виде инженеров, проекции, которые ответственны за показ, за звук, за формат, за яркость, за то, вовремя ли появится свет в зале. Поэтому это такая очень важная, ответственная работа высокого уровня профессионалов. И все вот проекции, все показы, благодаря этой службе инженеров, были просто потрясающие и замечательные. Спасибо огромное. Спасибо дирекции фестиваля во главе с Анной Маденовой. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Ну что ж, все призы 23-го российского кинофестиваля «Литература и кино вручены». Вот и подходит к завершению наш кинопраздник. Можно сказать, что он уже стал историей истории 2017 года. Уважаемые дамы и господа, объявляется небольшой переговор.